Паркам и скверам благоустройства, коммунальным сетям ремонт. Сезон всевозможных ремонтов стартовал, и за некоторые работы даже можно голосовать. Об этом говорим здесь и сейчас с директором областного департамента ЖКХ Еленой Семеновой. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. А я напомню, мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов. Телефон студии 324322, код города 4922. Елена Николаевна, вроде бы завершается отопительный сезон. Во всяком случае, где-то батареи остыли, где-то наоборот. Где-то он официально закончен, или сейчас решает топить или не топить, управляющая компания, совет домов, но где-то и муниципалитет. На самом деле, большая часть муниципалитетов уже завершила отопительный сезон. И 7 мая он был завершен последним. А в Муроме сегодня, во Владимире, в Султарском районе открытая дата, в Усер-Устальном, 12 мая отопительный сезон завершается. Многие муниципальные образования приняли акты решения об окончании отопительного сезона, когда средняя суточная температура воздуха была плюс 8 градусов в течение 5 суток. И кто-то успел поймать вот эти теплые дни, которые были у нас до 27 апреля, а кто-то не успел. И вот дальше, допустим, на примере города Владимир, когда уже был издан акт об окончании отопительного сезона, и прокуратура вмешалась в данный процесс, и, в общем-то, администрация города вынуждена была переносить эту дату на более поздний срок. Елена Николаевна, на вашей памяти это первое вмешательство прокуратуры в этот процесс закручивания вентиля? Я такого не помню. Вы знаете, вот, допустим, Сулдорский район прекратил отопительный период, и сейчас вынужден был возобновить отопительный период. Ну, холода, да, скоро нет. Ну, кому как, вы знаете, вот у нас сегодня поступило порядка 15 звонков только в департамент отключить, ради бога, батареи. И еще 15 включить? Нет, один был звонок из другого муниципального образования, где сказали, включите, пожалуйста, очень холодно. А владимирцы все звонят, отключите, потому что мы понимаем, что платить-то придется нам за плюсом майские дни. Обычно у нас отопительный сезон заканчивался, ну, вот на моей памяти, всегда к 1 мая, чтобы это, ну, 4-го заканчивается. Сегодня у нас с вами 11-е, отопительный сезон продолжается, а это у нас с вами отражается на наших платежах. Открытая дата, ну, означает ли это, что, ну, там, ну, завтра, ну, послезавтра? Ну, вот мы прогнозом увидим, да, что где-то плюс 16, вот у нас 14-16 дней, да, поэтому 5 дней как бы только продержится, температура средняя, суточная, выше плюс 8 градусов, примется решение об окончании отопительного периода. — Это значит, зима официально уйдет? — Зима, да вы помните, говорю, лето, вы вспомните лето, несколько лет назад, когда мы почти все лето ходили в теплой одежде и в сапогах. — Такое лето я вспоминать не хочу. Зимой жители региона нередко жаловались на плохую уборку снега во дворах, в многоэтажах, за это отвечает управляющая компания, вот вроде бы потеплела, сейчас людей волнуют, другие проблемы, связанные с работой коммунальщиков. Люди жалуются на многое, а на что, предлагаю узнать из сюжета моих коллег. Жители дома номер 4А по школьному проезду жалуются на сырость в подвале. Его постоянно затапливают. Многие собственники хранят здесь вещи и переживают, что они просто сгниют. Но больше всего люди боятся, что от сырости в квартирах появится плесень. У нас в подвале вода, гнилые доски, горы мусора ужасные. Просто невозможно. Осенью были комары из-за сырости. Я боюсь, что пойдет плесень, у меня маленький ребенок. Также вот забор сломанный, никто не ремонтирует. Зимой у нас пенсионеры, дедушки, сами чистили снег в подъездах. Недовольны жители и состоянием двора. Пенсионерка Валентина Зайцева просила отремонтировать хотя бы забор. Но коммунальщики ответили – нет материалов. Жильцы дома говорят. Они устали звонить в управкомпанию. По их словам, коммунальщики не реагируют и на письменные обращения. Валентина Зайцева утверждает – рабочую бригаду по заявкам присылают без необходимых инструментов. Заявки мы давали, что надо это сделать, вот это сделать. Но ноль эмоций, никто не обращает внимания на это. Если придут, у них ни инструмента нет. Или сделают какую-то дверь. Три месяца я ждала, чтобы дверь ниже сломали. И пришли три месяца, на это все надо ждать. Вообще у них нет, у рабочих. Они говорят, у нас нет ни инструмента никакого нет. Вообще и толковых людей нет. В управкомпании заявляют, с подобными проблемами столкнулись и жители соседних домов. Ремонт подвалов в них уже завершается. Специалисты приступают и к работам в доме номер 4А. В настоящий момент там работают слесаря по переборке системы канализации. Потом меняется розлив холодного водоснабжения по подвалу. И следом, после этих работ, идет бригада, которая все это вычищает. После визита съемочной группы в управкомпании обещали заняться и ограждением. Старый забор демонтируют, а вместо него установят новый. Коммунальщикам наконец-то удалось найти материалы. Часто ли жалобы подобного рода поступают в департамент? Сломанный заборчик, затопленный подвал? Больше они, конечно, поступают в государственную жилищную инспекцию, которая следит за тем, чтобы работала добросовестно управляющая компания. Конечно, у нас есть такие обращения, но здесь как раз мы переходим к подготовке к отопительному периоду. То, что должны выполняться обязательные работы именно управляющим компаниями, если мы говорим про многоквартирные дома. И как раз сегодня формируются планы подготовки к отопительному сезону не только ресурсоснабжающих организаций, но и управляющих компаний, где должны быть включены те или иные мероприятия по подготовке. Как раз мы говорим в том числе и про заборы, и про трубы, и про крыши, и про все остальное, потому что летний период, к сожалению, у нас не такой длинный, как хотелось бы, и все равно до 1 сентября. А паспорта готовности на дома выдаются 15 сентября. Должны успеть провести все работы. Итак, 4 мая официально должны были начать в областном центре. Гидравлические испытания, то есть вот та самая подготовка к зиме. Полагаю, что сдвинули. Ну, сдвинули, конечно, потому что у нас еще не закончился запятительный период. Но в планах уже, в принципе, должны быть расписаны каждый дом, когда приступает к гидравлическим испытаниям, когда промывка идет трубопроводов. И еще раз повторю, это не только управляющих компаний, но и ресурсоснабжающие организации тоже должны начать подготовку к топительному периоду. Что касается и тепловых сетей, и водопроводных, мы говорим о том, что даже без отключения, все равно ремонтные работы должны выполняться в течение летнего периода. Поэтому у нас достаточно средств выделяется из бюджета. Это 1,3 млрд выделено. В прошлом году было 1,2 млрд, и в этом 1,3 млрд выделено на подготовку, так скажем, к топительному сезону. Сюда входит и строительство, реконструкция, и 6 объектов питьевого водоснабжения, 15 котельных, 71,6 км сетей водоснабжения, 18,4 км сетей водоотведения, 19,6 км сетей теплоснабжения, 16 объектов водоснабжения и водоотведения. Это только мы говорим про бюджетные средства областного и местного бюджета, и федеральные по программе «Чистая вода». Еще плюсом у нас с вами есть инвестиционные программы, по которым также выделяются средства. К сожалению, на теплоснабжение не такие большие суммы, это 363 млн. рублей, где также будут построены, реконструированы, дронизированы котельные в Гусь-Рустальном, в Коврове, Муром и Меленках, в Ольгинском, в Гусь-Рустальном районе. И тепловые сети, это будут Ковров, Муром, Горховец, Меленки, Лакинск, Суздаль, Уршельский. Это про тепло мы говорим. А строительство новых котельных, вы уже тоже эти территории перечислили, да? Нет, это по инвест-программам. Если мы говорим с вами про бюджетные средства, у нас есть программа энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая действует с 2012 года. В этом году добавлено финансирование уже в марте месяце до 215 млн. рублей со 160. И запланирована строительство семи котельных. Это Муром, Александров, Киржач, деревня Левина Меленковского района, поселок Нерех, Токовровского района и две котельные в Лакинске. Также реконструкция котельной в Вязниках и модернизация в городе Курлова. То есть, в принципе, кто муниципалитеты хотят, они заявляются в нашу программу и на основании заявок, оформленных соответствующим образом, уже выделяются бюджетные средства. А в регионе горячо, хотя, наверное, не так горячо, как в предыдущие годы, обсуждали 13-е квитанции или корректировки. А теплоэнергетиков, которые удивили немалое количество жителей, это было и во Владимире, и в других городах, поселках, регион сам в силе что-то предпринять для того, чтобы жителям перестали приходить дополнительные квитанции за отопление. Тут вообще, понимаете, двояко, конечно, должны платить, наверное, по факту все. Это правильно, это будет и для жителей, понятно, и для тепловиков это будет тоже более экономически, так скажем, выгоднее. Почему? Потому что сегодня, находясь на 1,12-й, платеж, он в течение года приходит, ресурсоснабжающая организация, а за газ, потребленный в том или ином месяце, она должна заплатить завтра, после потребления. Поэтому, конечно, вот этот разрыв, он, наверное, не интересен в первую очередь и теплоснабжающей организации. Здесь, почему такое решение было принято, проводился опрос органов местного управления, которые высказали свою позицию о том, что все-таки нужно оставить вот эту систему, чтобы возможность была платить и по 1,12-й, и по 1,7-й. Потому что сегодня постановление подписано уже о переходе на оплату за отопление по факту с отопительного сезона 2023-2024 года. То есть не со следующего, не с этого года, а со следующего года, календарного. А мы перейдем на 1,7-ю. Постановление, я скажу, это 855-й, 23 сентября 2016 года. Но почему такое решение, говорю, не принималось сразу? Потому что действительно многие люди не имеют возможности платить сразу. Допустим, в январе, когда приходят по 7 тысяч за тепло и сразу выложат такую сумму. В основном это, конечно, касается одиноко проживающих пенсионеров, малообеспеченных людей. И возможность 1,12-ю, то есть фиксировано платить. Но минус, конечно, 13-я квитанция. И где мы видим, что два одинаковых дома практически, но одни получили 13-ю квитанцию больше, другие меньше. Почему? Вопрос. Потому что в одном доме, или кто-то вообще не получил, проведены энергосберегающие мероприятия, где-то просто никто ничего не делает, как мы видим, да, то есть, допустим, там, здесь вот там трубы дырявые, скажем, а там просто трубы неизолированные, идет перетоп постоянный, где люди платят за сокрытыми окнами, за сверхпотребленное тепло, так скажем, да, которое не регулируется никем и ничем. Поэтому, конечно, независимо от того, 13-я квитанция, ли по факту, человек не должен переплачивать за отопление. Поэтому нужно в первую очередь предпринять все меры для того, чтобы не допустить перерасхода тепла у себя в доме. Для этого нужно просто собрать общее собрание и принять решение, дать задание управляющей компании о том, чтобы в первую очередь, допустим, по Владимиру, это установка индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием температуры теплоносителя. Поэтому все это возможно сделать, уменьшить плату за теплоснабжение. Вот если простым языком, индивидуальный тепловой пункт, что это такое, что это за устройство? Это регулятор тепла, так по-простому, регулятор тепла, который теплоноситель, который, допустим, при температуре наружного воздуха условно 0, не будет вам подавать 120 теплоносителя, будет регулировать в зависимости от графика. То есть в среднем температура в жилых помещениях должна быть плюс 18 градусов, в угловых помещениях плюс 20. И вы прекрасно знаете, что всем это не нравится. Конечно. 18 градусов действительно это прохладно, но согласитесь. Когда у тебя 27, и ты ходишь, извините, в трусах, так привык ходить с открытыми окнами, наверное, это, ну, кого-то устраивает. Хотя врач вам скажет, вот это норма. И Роспотребнадзор вам скажет, вот это норма. А норма у нас 18. Поэтому, когда устанавливают индивидуальные тепловые пункты, все равно выбирать 22-23 градуса, чтобы было комфортно, действительно, чтобы не было перетопа, но чтобы было не холодно. Поэтому, если у нас с вами окна не пропускают, скажем, такой сильный проветривающий воздух в квартире, если у нас все изолировано, то 22 градуса достаточно комфортная температура для того, чтобы себя чувствовать хорошо. Елена Николаевна, что вы скажете тем, кто уверен, я знаю, что таких много, что тепловые компании специально, вот особенно в межсезонье, поставляют в дома теплоносители повышенной температуры, им это выгодно, да? Сильно топить в теплую зиму, значит, получить побольше прибыли. Ну, это же коммерческое предприятие. Все логично вроде бы. У нас больше 1400 котельных на территории области. И у каждой котельной должен быть утвержден свой график подачи теплоносителя. И в зависимости от температуры наружного воздуха, эта температура теплоносителя, она должна выдаваться разными параметрами. Как я уже сказала, например, при нулевой температуре должно быть там 45 градусов теплоносителя, температура теплоносителя. Где-то у нас это невозможно сделать, например, как в городе Владимир, потому что у нас двухтрубная система отопления, и горячее водоснабжение готовится в домах, в бойлерах. Поэтому температура горячей воды должна быть не ниже 70 градусов. Мы тоже это понимаем с вами по 354-му постановлению правительства. И в таком случае теплоноситель, подогревая воду, не может быть тоже снижен ниже 70 градусов, к сожалению. Поэтому у нас в Владимире наблюдаются перетопы. И то, что выгодно или не выгодно, наверное, выгодно топить больший период времени. А то, чтобы перетопы там устраивать, ну, наверное, это не совсем выгодно для теплоснабжающей организации. Бывает просто, что нет другого выхода. Я предлагаю принять звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы уже в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вы знаете, мне, извините, первый вопрос. Мне, значит, очень хотелось бы все-таки поблагодарить нашу городскую прокуратуру, нашего прокурора, за то, что включили, откопление выключали и включили. Благодарность. Вот просто я знаю, с кем я общалась, все довольны. И, извините, я тоже не совсем с вами как бы согласна. Да, на наших кошельках это отразится, отопление, которое сейчас. Но, вы знаете, дома холодно, это можно и заболеть, и тоже на наших кошельках те же походы в аптеку. Единственное только, конечно, если вот вы можете взаимодействовать, сейчас, конечно, кажется, немножко такие горяченькие батареи более, чем когда включают отопление в начале. Там в октябре, ну, в прошлом году, в сентябре включили. Еле теплые были. Вот единственное, можно как-то вот это регулировать. Вот такие бы сейчас, как сейчас батареи, уже когда включают отопление. У регулировки у всех или только у прокурора? Нет, это, вот опять же, мы говорим, допустим, от ЭЦ или от котельной какой-то, да, включается. То есть, еще раз говорю, есть график теплоносителя, который должен быть от температуры наружного воздуха. Если сегодня температура у нас какая была, ну, явно не 0 градусов. 13,5 градусов. 13,5 градусов. Поэтому норма при 13,5, ну, примерно, там, 37 градусов на выход. Что такое 37? Это температура, в общем-то, тела. Поэтому здесь говорит о том, чтобы прибавить или убать, к сожалению, это не наша с вами прихоть, это идет гидравлические расчеты. И составляются для каждой котельной, повторюсь, свои графики, для того, чтобы не допустить перерасхода, который не нужен. И у нас комфортная температура, все-таки, 22, а по-моему, 18. В общем, определим для себя, что это тема дискуссионная. Вот вы установили комфортную. Давайте комфортную, но городскую среду. Потому что не так много времени осталось, а хочется, в общем, поговорить без технических, ну, не без технических сложностей, конечно. То есть не в те дни, когда планировали. Но все-таки стартовало голосование во Владимире по программе «Комфортная городская среда». О том, какие территории жители выбирают в этом году для благоустройства, предлагаю поговорить после справки от моих коллег. 19 тысяч владимирцев уже проголосовали на общероссийской интернет-платформе за городсреда.ру, за объекты для благоустройства во Владимире в 2023 году. Об этом пишет телеграм-канал мэра областного центра Андрея Шохина. В лидерах голосования благоустройство площадки у областного суда на Площади Победы, сквер Гвардейский в Юрьевце и сквер Зерновский в микрорайоне Доброе. Другие объекты незначительно отстают. Андрей Шохин сообщил, в случае достижения показателя в 42 тысячи проголосовавших горожан, объект, занявший первое место, получит федеральное финансирование. Благоустройство территории, которое выйдет на второе место, будет реализовано за счет средств городского бюджета. Голосование продлится до 30 мая. Принять в нем участие могут жители региона с 14 лет. Так что же в этом году жители выбирают? Места, которые нужно благоустроить, или их внешний облик? Потому что я знаю, что в зависимости от региона и даже муниципалитета есть и такая, и такая возможность. Да, у нас уже, у нас в этом году принимают участие в голосовании граждан 14 муниципальных образований, и в четырех из них голосование пройдет уже по определенным территориям за дизайн проекта. Это Гусерустальный площадь Ленина, Кольчугин и сквер имени Ленина, Костерево городской стадион труд, второй этап и Красная Горбатка надречный парк землянина. А в 10 муниципальных образований граждане будут голосовать за объекты. И вот у нас как раз по Владимиру идет выбор объектов, где еще были не выбраны эти объекты. Это 8 объектов во Владимире. Перечислю площадь Победы, сквер по улице Добролюбова, сквер по улице Спиранского, сквер Гвардейский, сквер по проспекту Строителей в районе остановки улицы Белоконская, сквер Зерновский, улица Девическая, сквер на улице Горького. 6 объектов в Муроме у нас идет, не буду перечислять, 3 объекта в Александрове, 3 объекта в Юрикпольском, 2 объекта в Вольгинском, 2 объекта в Вязниках, в Кержаче 2 объекта, в Курлово 2 объекта, в Мстере 2 объекта, в Собинке 2 объекта. Вольгинские Мстера это не города, но среда комфортная городская. Повезло? Они городские поселения все-таки. Это у нас... Понял, Гаванка. Мы неделю, потому что если мы берем с вами, например, поселок Балакирево и город Карабаново, они, в общем-то, или город Струнино, они примерно с одинаковой численностью, но один просто называется поселок городского типа, городское поселение, а другой город. На ваш взгляд, насколько влияет на определение победителя каждый конкретный голос, учитывая, что вот на дату начала мая 19 тысяч голосов во Владимире. Вот на сегодня 29 тысяч 424 проголосовало на сегодня, у нас каждый день ведется срез. Хочется призвать все-таки больше голосовать, вот потому что, смотрите, Владимир вот предложил 8 объектов, они в разных частях Владимира находятся специально для того, чтобы каждый мог участвовать и проголосовать. И мы говорим то, что даже по анонсу, который администрация дала, то есть будет выбрано два победителя. Первый победитель за счет федеральных денег будет выполнено благоустройство, и второе место, кто займет, будет выполнено уже или за счет местных денег, или, опять же, с привлечением, допустим, бюджетных. Насколько я могу судить это, скорее, в ответ тем, кто видит, что неравновесные участники, то есть у нас 6 скверов, действительно, в каждой территории, и два объекта все-таки крупных и знаковых. Это продолжение пешеходки, хотя эта дискуссия сейчас, кажется, в городе затихла, и тем патриотики, продолжение благоустройства Площади Победы, выход ее, скажем так, на противоположную сторону к областному суду. И, в общем, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, победитель кажется очевидным. Ну, это же неплохо, то, что большинство, если вы голосовали сами, вы же видите, что и за остальные объекты люди тоже голосуют. То есть у нас все-таки будет действительно один, может быть, который, вот я, допустим, до Площади Победы голосовала, потому что я действительно считаю, что оно больше для всех, наверное, жителей города, да, если мы с вами говорим про сквер на улице Горького, да, ну, наверное, туда будут ходить больше те, кто живет рядом. Это смотря, что сделать. Мне кажется, что тут тоже вот есть такая оговорка, сделаешь конфету. Согласна. Допустим, если мы говорим про парк Добросельских, который у нас уже третий год благоустройства, и, условно, еще четвертый год нужен для того, чтобы все там доделать, да, то, наверное, он будет местом притяжения, куда действительно должны приезжать со всего города, да. Да, а вот камерный тот же Зерновский сквер, я просто помню, как ветеран, руководитель как раз одной из ветеранских организаций, он настаивал на том, чтобы это место хоть как-то было облагорожено, в итоге там появился памятник, а сейчас вот это, опять же, часть дискуссии о дальнейшем благоустройстве. Именно поэтому, вот потому что я знаю лично человека, который за это бился, мне кажется, что действительно и его инициатива не должна остаться. Но здесь нужно отметить, что город Владимир в этом году, говорю, подошел крайне правильно в выборе территории, то есть, если в прошлые годы там как-то вот это, ну, было там, был там только там один и все, там два там, то здесь мы говорим о том, что в разных местах Владимира дана возможность проголосовать за предложенный вариант 8, я считаю, достаточно много объектов для того, чтобы выбрать. Голосование в интернете, а если с интернетом не дружишь, как быть? Волонтеры тогда могут помочь, которые находятся в публичных пространствах, это на выходные стоят в крупных торговых центрах, это можно, в принципе, кто зарегистрирован на госуслугах, те спокойно вообще заходят на город 33, голосуют, и, в принципе, ну, как бы выбирают, это буквально занимает там 3 минуты проголосовать, то есть через госуслуги это все делается очень быстро. Каждый зарегистрирован на госуслугах, и поэтому я думаю, что здесь проблем вообще не будет. Вот опять же, простым языком, если в общем победитель очевиден, так для чего властям знать мнение людей? Люди выбирают, все равно люди выбирают, вы поймите. Опять же, для кого выбор очевиден? Для вас выбор очевиден. Я говорю только за тебя. Я повторю еще то, что у нас в следующий год Владимир получает примерно 100 миллионов рублей. По дизайн-проектам мы видим то, что разные могут быть суммы, да, допустим, могут быть 2 территории, могут быть 3 благоустроенные, и поэтому здесь говорить о том, что выбор очевиден, я бы так не сказала, потому что люди голосуют за все объекты, которые представлены. А вот сделать так, размазать на все 8, или на все 6, если мы говорим про скверики, которые все-таки маленькие. Понятно, понятно, пешеходка, площадь Победы, объекты дорогие, скверы поскромнее. И 100 миллионов. Около 100 миллионов, да. Я думаю, что... Или просто нет такой возможности, нет такого варианта победить сразу всем? Ну, всем, конечно, это просто столько денег не хватит. Если мы говорим с вами, например, про другие города, которые более крупные, где выделяется больше финансировок, празднуют, допустим, каких-то дат, там, конечно, выделяются огромные просто деньги для того, чтобы благоустроить. Здесь, ну, к сожалению, такой возможности нет. Ну да, тысячелетия, к сожалению, в ближайшие дни не у всех городов. Весна в право вступила, это значит, что ремонтные работы и благоустроительные уже вовсю идут, и дорожники вовсю уже асфальтируют. Запланированные на этот год по программе «Комфортная городская среда» или там проголосованные в прошлом году работы, они уже стартовали или вот ждем? Нет, у нас уже проторгованы все 100 территорий, которые будут благоустраиваться в этом году. Уже 10 выполнено, причем 9 выполнено в прошлом году. Это, я скажу даже, что у нас молодцы муниципальное образование, которые приняли такое решение по нашему настоятельным рекомендациям. Готовятся они рядом? Да. То есть это Покров, Вольгинский, Городище, Петушки, Гороховец, Камешково, Киржач и в Киржаче две территории. Молодцы, сделали в прошлом году с оплатой в этом году. Вот у нас уже выполнено. Я предлагаю сейчас, как голосование пройдет, также уже начинать торги на благоустройство территории 23-го года. Мы все видим то, что у нас дорожают материалы, поэтому ждать, это значит терять деньги. Ну и ограничивать в каком-то смысле слово конкуренцию, наверное, да? Почему? Потому что не каждый согласится, наверное, сейчас. Здесь, да, вопрос в том, что если мы говорим про выполнение работ условно там июль-декабрь, оплата в январе, ну, наверное, логично и ничего такого нет. Если мы говорим про выполнение работ июль-сентябрь, ну, да, три месяца, наверное, ждать, это, ну, не каждая сможет себе позволить. Некоторые объекты, вот уже в рамках там нескольких лет работы программы «Комфортная городская среда» и в нашей области отмечались на федеральном уровне. Что это за примеры? Почему они достойны внимания и вот что им дает это тиражирование? Что страннее дает это внимание? Вот то самое тиражирование, так, здесь сделали хорошо, давайте так же, но в другом месте. Вот так примерно и есть, да. То есть это лучшие практики, которые Минстрой собирает каждый год и где можно зайти посмотреть, действительно, которые комиссия Минстрой отбирает. Вот эти вот проекты, ну, на взгляд комиссии, не совсем обычные, так скажем, да, или какие-то... То есть это не чиновники? Вот кто в комиссии? Нет, там и архитекторы есть, и общественники, которые, депутаты, которые смотрят, и кому, вот, я так понимаю, нравится просто такая или иная территория. То есть, проще говоря, красиво, оригинально, ничего не отвалилось? Не то, что не отвалилось, а чтобы какая-то была, знаете, наверное, вот изюминская такая, да, подсветка оригинальная, выполнено какое-то архитектурное решение необычное. И, допустим, вот в этом году было 400 заявок подано на конкурс, и 120 прошли конкурсный отбор и признаны победителями. В том числе наш сквер имени Ленина, микрорайоне Красный Октябрь, города Киржача, включен федеральный реестр. А прошлые годы у нас были включены в город Вязники. В 2019 году сквер около музея песни. И в 2020 году скейт-парк за городским центром культуры отдыха «Спутник». Вот. Поэтому я думаю, что можно, конечно, было организовать, ну, как бы и больше подачи. У нас пять участников было в этом году. Все достойные. И, в принципе, действительно, смотришь, города меняются, и меняются и качество, и подход, какая-то, не знаю, архитектурные замыслы, мысли людей меняются. Когда и вязники, на самом деле, они молодцы, креативят. Сквер родителей в Коврове. Много мест замечательных появилось. Я не буду сейчас их всех перечислять. И вы говорите, допустим, там денег мало или много, 100 миллионов рублей, да, но на эти деньги можно благоустроить не одну территорию и привознести туда какие-то новые идеи, новые, даже подсветку делаешь на ночную, какую-то интересную, архитектурную, и уже по-другому совершенно играет общественное место. Елена Анатольевна, спасибо, что вы к нам заглянули, приносите к нам еще новости женщинского коммунального хозяйства. И в том числе хорошие. Спасибо. До свидания. На сегодня все. Завтра обсуждаем новости экологии и природопользования. До встречи на нашем канале.